С момента катастрофы, которая унесла жизни сразу третье руководство пограничной службы страны, миновало уже три года. Но родственники погибших до сих пор переживают боль утраты. Военно-транспортный самолет Ан-72 вылетел из Астаны в Шенкент и на подлете к пункту назначения пропал с радаров. Позже его обломки обнаружили примерно в километре от поселка Сайрам Южно-Казахстанской области. На борту находились 27 человек, 7 членов экипажа и 20 военнослужащих. Среди которых был директор погранслужбы КНБ, подполковник Турканбек Стамбеков с супругой. Спастись никому не удалось. Виновным в катастрофе признали диспетчера шенкентского филиала КАЗ аэронавигации. Каната Акельбекова приговорили к четырем годам колонии-поселения. По версии обвинения, он слишком долго продержал самолет на высоте 2000 метров, что привело к обледенению судна и крушению. Родственники погибших военных до сих пор со слезами на глазах вспоминают своих родных. Жена подполковника Баужана Кожахметова осталась одна с четырьмя детьми, младшему из которых всего 6 лет. Женщина призналась, что ребенок все еще ждет возвращения своего отца. Он все вспоминает, он все помнит, он до сих пор его ждет. Он все время говорит, что папа далеко летает на самолете. До сих пор ждет. Он ко мне на работу приходит, смотрит на самолеты и говорит, что папа там сидит. Я живу дальше, ради детей. А как теперь жить? Редактор субтитров А.Семкин